Мотор, камера, начали! Какой праздник? Юморина. Девочка спрашивает, вы отвечаете. Все просто. Просто вопрос, ответ. Вопрос, ответ. Без проблем. Окей? Окей. Поехали! Юморина. Я еще в студенческие годы помню, это был такой запрещенный праздник. Мы его как-то так андеграундно праздновали, и уже где-то в конце 80-х годов его разрешили официально праздновать, и мы уже тогда работали в масках. И вот была такая команда удачной компании с Юрой Володарским, и Сережка Волик наш друг, большой Макс Горохов, сейчас он живет в Вашингтоне. Пожар просто, чтобы не было противопожарного. Стоп, 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 кто разрешил? Нет, ну пишите. Подожди, подожди, полтора метра, подожди, полтора метра. Полтора метра. Полтора метра. Сейчас начнут говорить. Чуть-чуть, чуть-чуть. Полтора метра. Масочку, масочку, масочку. Так я же в масках. Мы все сейчас в масках. Мы находится театр маски. Мы сейчас все в масках. По факту мы в масках сейчас. Мы с 84 года работаем маски. Вообще-то мы создали маски, но вот это вот, это не мы придумали, вот то, что сейчас происходит. Мы такие позитивные, мы больше дарим людям радость, вот какую-то любовь, счастье. Мы вот это вот даем людям постоянно, чтобы было как-то вот весело. Что вы спросили, о чем вы спросили? Я спросила, почему одесситам важно помнить и праздновать про юморину. А, юморину очень важно праздновать, потому что это веселый праздник, потому что Одесса это, это столица юмора. Мировая столица президента, принеси чаек, горло пересохло, принеси чаек. А кто это? Это секретарша ваша новая, вы еще не знаете, но... А как ее зовут? Ксюня. Ксюня, иди сюда, идите сюда. Сюда я на площадку. Это, здравствуйте, Ксюня. Вы секретарша новая моя? Я попробовал, отлично, кстати. Я чай могу только... Нет, я... А так больше ничего не надо секретарше. Постоять? Постоять немножко, можете потрогать меня. Я боюсь. За вас. Ну, вам придется трогать. Снимайте, 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 снимайте. А что вы спросили, я забыл. В общем-то, мы завершали свой фестиваль, мы начинали на день театра 27 марта, и вот в эти дни у нас проходил конкурс, здесь в стенах театра маски, тогда еще дом клоунов. И мы 1 апреля, естественно, участвовали в карнавале, всеобщем делали множество уличных спектаклей. Были, 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 да. На улице города, да. А вот, кстати, это символ рыбоклоун, это наш символ. Вот символ. Рыбоклоун символ. Снимите покрупнее. Покрупнее, вот так, снимите. Крупно, крупно. Крупный план рыбы. Снимите. А, надо же полтора метра. Рыба, рыба, рыба. А, я же в масках, мне же можно, я же маски-то и создал. Вот, снимите. А, это микрофон. А сейчас рыбоклоун может разговаривать в микрофон, она так... Фестиваль комедиана – это фестиваль международных клоунов и мимо. Он умер том, что я чуть-чуть поговорю. А зрители поверят? Не поверят. А смотрите, я же чрево вещатель. Они думают, что зрители глупые. Фестиваль комедиана. Не видно даже, что я говорю. Фестиваль комедиана. Не видно. А я чрево вещатель. Смотрите, не видно. Юмор, смех и клоуната – это все комедиана. Не видно было вообще, что я разговариваю. Гонит постоянно. Передайте серьезно на самом деле. Мы нормальные люди. Да, хорошо. Это, конечно, мы профессионалы. Но надо к жизни серьезно относиться. И надо как-то все-таки меньше баловства. Надо взяться за ум, сделать серьезные лица. Потому что, как известно... Самые большие глупости люди делают серьезными лицами. С серьезным выражением лица. Да. Это сказал кто? Григорий Горин. Наш друг Мюнхгаузен. Барон. Барон. А если что, мы его... Да. Нет. Вам сахаром было? Сахаром. У кофе не было сахара. Есть сахар. Воды нет, кофе нет, чая нет. Есть сахар. Манная кашина на воде без манной крупы. Я дома съем. Да, да. Ксюша. Что вы говорите? Как людям повысить себе настроение в этот день, учитывая карантинные условия? Да, очень просто. И все. Покажи еще раз. Ну вот, Джордж Карл. И улыбка, без сомнения. Только железным, да? Слушай, ты на себе не показывай, это опасно. Вот давай. Смотрите, у нас в этом году классная идея с Георгием Викторовичем возникла. Как поднять. У многих этот вопрос возникает. Куда там, что можно идти, нельзя. Все это, конечно, тяжело. Мы придумали, так и мы придем с экрана. Вот вы сейчас пришли, нас снимете. И мы уже так раз. Вы включите нас в эфир. Люди включают телевизор. А мы уже там. А уже юморина идет. А уже комедиада идет. Потом еще кто-то придет нас. А потом мы возьмем. Вот есть же телефон с камеры. Сейчас бывают вот эти, да? Да, да. Что можно сразу снимать. Вот такой. Вот такой. О, 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 о. Классный. И вот такой. Все те, скажем, локации, которые мы на 1 апреля охватывали, мы охватим летом, когда будет много приезжих, гостей нашей столицы юмора. Естественно, мы прежде всего это все будем делать на улице города. Ну и теплее будет, и как-то так. Пахлава, креветки, горячая груза, горячая сезон. Ну и клоуны. Да, и клоуны, конечно. Веселые. А давайте так, сейчас, давайте лучше я буду брать интервью, потому что я смотрю, вы не умеете. Рыба! Возьми камеру, человек. Ладно, камеру не давайте. Журналист издания «Комедиада» в эфире. Скажите, пожалуйста, вы выйдете на улицу завтра в костюме? Вы будете каким-то образом праздновать этот праздник на свежем воздухе? Я выйду в костюме и буду праздник праздновать на свежем воздухе. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. На здоровье. Вот видите, как надо. А, эфир, да. Хорошо. Итак, друзья, с вами были президент фестиваля «Комедиада» Георгий Делиев, Жорж Карут, Ксюня, которая... Ксюня. И Олег Савченко. Олег Савченко. Все, это «Комедиада» в эфире. Как говорят у нас юмор, смех и клоунада, это все «Комедиада». Всего доброго, до новых встреч. Увидимся, друзья. Увидимся на улицах. Все смотрите мастер-шоу. Это очень хоро-шоу. Миру смех, комедиада. Все люди смеются на одном языке. На стоп. Снято.